НРБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Кранплаза Уфа. Меня зовут Маргарита Гафарова. Здравствуйте. Численность официальных безработных в Башкортостане на начало ноября составила 121,5 тысячи человек. Треть от их общего числа приходится на Уфу – 39 тысяч. Об этом сообщает Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики. По данным ведомства, безработица в регионе с начала года увеличилась на 5,5%, приблизившись тем самым к показателю в 7%. На сегодняшний день в банке вакансий насчитывается только 47 тысяч объявлений. 70% из них приходится на рабочие профессии. В частности, предприятиям республики требуется 2400 водителей, почти 1000 инженеров, 1500 продавцов, более полутысячи учителей. Также работодатели ищут менеджеров и агрономов. В Башкортостане создана рабочая группа для анализа и контроля ситуации с пострадавшими вкладчиками инвестплощадки «Золотой запас». Соответствующее распоряжение подписал председатель госсобрания Константин Толкачев. В состав рабочей группы вошли депутаты Курултая, представители МВД, прокуратуры, Совета по правам человека, а также представители инвестиционной площадки и потерпевших. Они уже оценили ущерб вкладчиков и в дальнейшем будут контролировать возврат им денежных средств. Группу возглавил вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов. На данный момент общая сумма требований компаниям-заемщикам, действовавшим через «Золотой запас», составляет 1,7 миллиарда рублей. Первоочередная задача рабочей группы – это выстраивание коммуникаций между всеми сторонами данного процесса и предоставление вкладчикам оперативной информации о ситуации с возвратом средств. Напомню, в марте 2019 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Роскомснаббанка. Одновременно была аннулирована лицензия кредитной организации на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с чем начались проблемы инвестиционной площадки «Золотой запас», на счетах которой оказались заморожены деньги вкладчиков. Более полутора миллиардов рублей в ближайшие четыре года направят в республике на обеспечение жителей качественной питьевой водой. Основная часть средств выделена в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Борис Беляев на заседании президиума правительства. Средства позволят, в частности, построить станции очистки воды и заменить часть сетей в Стерлитамаке и Бирске. Всего в республике насчитывается порядка 6 тысяч километров ветхих сетей водоснабжения. Это 37% от общей протяженности. Правительство планирует ежегодно привлекать средства из федерального центра на их замену и модернизацию. В республике Башкортостан 16,5 тысяч километров водопроводных сетей. Чтобы реконструировать и модернизировать систему водоснабжения, понадобится порядка 30 миллиардов рублей. Из них только 24 миллиарда рублей. Это на замену ветхих водопроводных сетей. На сегодняшний день доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой и систем центрального водоснабжения, приблизилась к 88%. В 2024 году она должна составить не менее 92,5%. На эти цели в рамках проекта «Чистая вода» предусмотрены почти 5 миллиардов рублей. 9 черных кредиторов и 3 финансовые пирамиды выявил Национальный банк по Башкортостану с начала этого года. Ранее они были исключены из Госреестра микрофинансовых организаций за нарушение в деятельности. В частности, были выявлены компании, работающие под видом потребительских кооперативов. А такая организационно-правовая форма предполагает привлечение имущественных боевых взносов. Злоумышленники собирали средства с населения, но по факту в реальные проекты их не инвестировали. Имеются факты, когда на системной основе общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели выдавали займы под залог недвижимости, в то время как заниматься этой деятельностью имеют право только профессиональные кредиторы. Также выявлены черные кредиторы, которые маскировались под ломбардой, а в действительности работали как комиссионные магазины, не оформляя залоговых билетов и имея возможность продать заложенную вещь в любое время. В целом по стране за 9 месяцев этого года Банком России выявлено более 1000 нелегальных финансовых организаций. В их числе 593 черных кредитора и 140 компаний с признаками финансовых пирамид. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь на РБК УФА.